Всем привет! Меня зовут Алексей. Я бэкэнд-разработчик в компании Aviasales в команде Travelpayouts. Честно говоря, я летел сюда 13 часов, потому что наша компания находится в Таиланде. Я очень хочу спать, и, возможно, я забуду часть своего доклада и буду рассказывать какие-то глупости. Я хочу рассказать вам про JavaScript в Go и, главное, зачем человек в здравом уме решит засовывать JavaScript в Go в бэкэнд-приложение. Немножко о том, чем мы вообще занимаемся. Команда Travelpayouts, в которой я работаю, это партнерская сеть для тревела. Ну, черт. Партнерская сеть для тревела. Мы помогаем рекламодателям типа Aviasales, BlaBlaCar, Booking.com и куча других. Мы помогаем им связаться с нашими юзерами, владельцами контентных проектов, приложений, сайтах-путешествиях, арбитражниками. Мы как некое промежуточное звено. Мы помогаем нашим пользователям зарабатывать. И для этого мы делаем множество инструментов. И среди этих инструментов мы делаем довольно классные встраиваемые виджеты. И в какой-то момент нам понадобилось сделать автокомплит для этих классных встраиваемых виджетов. Автокомплит выглядит вот так. Я думаю, все здесь присутствующие когда-то видели автокомплит в интернете. Мы решили сделать автокомплит. У нас полно источников данных. Все они разные. Все нам поставляют эти источники данных от BlaBlaCar, Booking. Они могут быть в формате JSON, XML. Всевозможные форматы, которые только можно придумать. И нам нужен прокси. Умный прокси. Чтобы хоть кто-то был умный. Данные попадают в прокси. Данные кэшируются, приводятся к нужному формату. Все это нужно мониторить. Все это должно быть хорошим API-приложением. Но у нас была небольшая сложность. Правила, по которым данные преобразуются из разных форматов в наш стандартный, должны писать не разработчики, не основная наша команда. И должны писать менеджеры или фрилансеры, которых можно найти. Поэтому что вообще делать? Кажется, нам нужно хранить какую-то логику в конфиге. И нам нужно на лету интерпретировать эту логику, интерпретировать какой-то язык. И прямо на лету как-то превращать данные из одного формата в другой. Раньше я писал на Python и Go. И в Python и Go я бы просто сделал eval. Это было бы небезопасно и плохо, но это бы сработало. Но сейчас у нас прекрасный Go. Поэтому посмотрим, что у нас вообще есть. Для начала есть специализированные языки выражений. От Google есть, наверное, один из самых популярных. Common Expression Language. Вот ссылка. Настоящий Google. Он работает безумно быстро. Он, что понятно, разбирает код, парсит его, компилирует, получает абстрактное синтексическое дерево. Потом мы берем это абстрактное синтексическое дерево, в него попадают данные и получается какой-то результат. Сначала показалось, что эта технология нам подойдет, но оказалось, что языки выражений больше подходят для проверки каких-то условий или вычисления каких-то данных. Но они не совсем подходят, чтобы трансформировать данные из одного формата в другой формат. Поэтому мы подумали, что нам нужен обычный скрипт и выиск программирования. Go язык популярный, поэтому есть куча проектов с интерпретаторами всего на свете. Python, PHP, Ruby, Lo, JavaScript, все что угодно. Мы стали выбирать. В основном мы выбирали между Lo, потому что Lo, как вы знаете, главный встраиваемый язык, и JavaScript, потому что JavaScript популярный. Конечно же, мы выбрали JavaScript, потому что сейчас 2019 год, все знают JavaScript, наверное, даже уборщицы в нашем офисе знают JavaScript. Менеджеры тоже знают JavaScript. И очень легко найти фрилансера, который знает JS и сможет нам что-то быстренько сделать. Ну что, что с JS в Go? Некоторое гугление и поиск по GitHub показал, что в основном есть два подхода. Мы можем взять Go-биндинги к существующим движкам. Например, Google V8, который работает безумно быстро, поддерживает самый свежий формат языка, он диктует самый свежий формат языка, если быть точнее. Но небольшой трейд-офф. Если мы хотим использовать биндинги, нам нужно устанавливать сам движок, и больше зависимости, все чуть сложнее. Когда мы писали этот проект, мы хотели сделать просто proof of concept, поэтому мы решили не брать зависимости и использовать интерпретатор, написанный на Go. Два главных кандидата из активных и поддерживаемых, интерпретатор Отто и интерпретатор Годжо. Я должен признаться и посыпать голову пеплом, когда мы выбирали технологию, мы просто пропустили Годжо. И стали использовать Отто, потому что нам показалось, что там лучшая документация, лучший саппорт, что этим лучше пользоваться. Уже потом мы нашли проект Годжо, который написан, кстати, Дмитрием Пановым из компании i2labs, которая тоже есть на этой конференции. И создатель утверждает, что Годжо работает в 5-7 раз быстрее, чем Отто. Поэтому если вы будете перед таким же выбором, не делайте мою ошибку, посмотрите всех кандидатов. Мы выбрали Отто. Отто — это интерпретатор JS, написанный полностью на Go. Там создается полностью изолированная виртуальная машина. Из этой виртуальной машины нет доступа к вводу, выводу, к сети, ни к чему. Это довольно безопасно. Я покажу, как это работает. Работает довольно просто. Мы создаем виртуальную машину. У нас есть метод eval, который чаще всего нужен, чтобы загрузить какую-то большую библиотеку или тело какой-то большой функции, которую мы потом будем использовать. Также есть метод compile, который компилирует и возвращает некий Отто скрипт, который мы потом можем использовать, совать в него данные и получать какой-то результат. Это быстрее, чем парсить в каждый раз. Мы выбрали Отто. Я напомню, мы делаем умный прокси. Нам нужно ходить по HTTP куда-нибудь, брать данные, преобразовывать их и сохранять у нас. Мы решили, что у нас будет вот такой ямл конфиг. Здесь все просто. Какие-то настройки для HTTP клиента, хедеры, базовая валидация, базовая авторизация и указания парсера. Собственно, JS парсер, который у нас получился. Это структура, в которой есть виртуальная машина и некий скомпилированный JS скрипт, который мы будем гонять. В основном здесь два параметра – код и exec function. Код – это, собственно, функция на JavaScript, которая перекладывает данные из одного формата в другой. И exec function – это вызов этой функции с нужными параметрами. Как вы видите, здесь буквально в 10 строчек вполне работающая штука. Первым делом мы копируем виртуальную машину, чтобы в каждой рутине для каждого запроса была изолированная версия, чтобы данные не пересекались, но это понятно. Далее, внутри виртуальной машины выставляются переменные, и мы получаем результат. Здесь небольшой момент с autoerror. Когда мы писали, и когда у нас, конечно же, все начало ломаться, мы возвращали обычную гошную ошибку. И в этой ошибке было только то, что пошло не так в JS. Если мы приводим эту ошибку к autoerror и вызываем метод string, мы получаем не только, что пошло не так, но и бактерейс ошибки. Это очень удобно. Там также есть номера строчек, как будто это обычная консоль JS. Все это, конечно, у нас заработало. Все было хорошо. Мы попытались вылиться в production, и настала самая интересная часть. Грабли и костыли, которые мы использовали. Конечно, все хорошо не могло пойти. Главная проблема у нас была, скорее даже, идеологическая. Мы написали проект, и теперь вот в этот проект, который мы писали своими руками, нужно пускать вообще непонятно кого, и они будут писать свой код, и мы никак не можем провалидировать и убедиться, что это будет хорошо работающий скрипт, что он ничего не сломает. Или, например, там не будет бесконечного цикла, что, конечно же, бывало. Для этого нам нужно сделать какие-то тайм-ауты для выполнения JS кода. Отто в своей документации предлагает вот такую довольно некрасивую структуру. Здесь можно посмотреть, вызывается горутина, в которой простой слип с тайм-аутом. И если за это время функция не успела вернуть результат, в специальный канал мы отправляем ошибку. Вернее, в специальный канал мы отправляем функцию, которая вызывает пеникс, нужная ошибка. И в дефере в самом начале мы перехватываем эту ошибку, если она нужного типа, тайм-аут-эррор, мы возвращаем стандартный гошный нил и эррор. Такой тайм-аут нам помог и немножко починил. Естественно, выполнение всех JS функций, так как мы никак не можем на них повлиять, естественно, они мониторятся. У нас есть дешборд. Если какой-то метод начинает долго работать, мы об этом узнаем. Следующий вопрос. Предположим, мы находим фрилансера, или нашему менеджеру нечем заняться, и он решил написать новую проксию. Нам нужно как-то тестировать результат. Конечно, нам пришлось сделать интеграционные тесты. Нам пришлось в CI сделать так, чтобы, ну, как в любом нормальном гошном проекте, красные тесты нельзя вмержить в мастер, нельзя задеплоить на продакшн, пока тесты не станут зелеными. И в этот момент показалось, что все, мы решили все проблемы, и мы даем этот проект нашим менеджерам, даем им инструкцию, как работать в терминале, и ничего на самом деле хорошего из этого не вышло, потому что им пользоваться было неудобно. Неудобно пользоваться в терминале, неудобно пользоваться курлом, и поэтому важный урок, который я извлек из этого проекта, если мы делаем внутреннюю тулзу, внутреннюю утилиту, которой даже пользуется буквально соседняя команда, нужно сделать так, чтобы ей было пользоваться удобно. Поэтому мы сделали VI. Небольшой веб-интерфейс, в котором можно тестировать кусочки конфига, в котором настоящий нормальный редактор JS с подсветкой синтаксиса, на котором сразу можно тестировать на реальных боевых данных, какие данные к нам приходят, как мы их преобразовываем, есть ли ошибки в синтаксисе. И здесь же нам пришлось сделать небольшой наивный бенчмарк. Особенно после предыдущего доклада мне вообще стыдно показывать наш бенчмарк. Мы не используем PP-проф, просто потому что нам нужно немножко повенчить маленький JS. Он простой, наивный. Мы n раз запускаем этот JS-парсер, который преобразовывает данные в нескольких потоках и считаем среднее время выполнения. Мы считаем среднее время выполнения, сколько операций в секунду у нас получается выполнять. И небольшой бенчмарк по памяти. Какие самые большие опасения у нас были, что JS-парсер будет работать долго и что JS-парсер будет течь. Будет он течь или нет, мы проверяем так. При помощи пакета runtime мы снимаем показатели памяти, мы снимаем HIP-locations перед запуском, включаем garbage collector, запускаем бенчмарк, запускаем garbage collector еще раз и проверяем разницу HIP-locations перед запуском и после. Это не совсем честный метод, но в некотором грубом приближении он может показать, как у нас вообще дела. Если HIP-location difference 0, то скорее всего все нормально, можно писать тесты и пытаться вливаться. Конечно, мы живем не в идеальном мире. Особенно мы живем не в идеальном мире. У нас очень много всего горит одновременно. Поэтому когда-нибудь мы обязательно улучшим этот проект. И вот штука, которую хотелось бы улучшить. Нам хочется сделать версионирование парсеров. Потому что сейчас это просто код, который лежит в репозитории на GitHub. Нам хочется его как-то откатывать. Если случайно в продакшн попала версия, которая не работает, чтобы у нас работала автоматическая откатка. Сейчас этого нет. Нам хочется перейти на более быстрый компилятор JS. Хочется, но с другой стороны все наши скрипты работают примерно за 10-20 миллисекунд. И если они начнут работать за 2 миллисекунды, в принципе, ничего не изменится. Времени на сетевое взаимодействие, на самый первый запрос за данными до третьей стороны все равно будет дольше. Поэтому непонятно, какой профит это нам принесет. И, конечно, хочется сделать проверку линтерами. Мы никак не можем гарантировать качество JS. Мы не можем гарантировать, как там вообще все будет работать. Мы просто даем задание фрилансеру, он делает и формально работает, но, возможно, это сложно будет поддерживать. Поэтому мы обязательно сделаем обязательную поддержку, обязательную проверку линтерами. Стоило ли вообще в это ввязываться? Стоило ли пытаться запихивать интерпретируемые языки в Go? Стоило ли городить эти костыли? Мне кажется, да. У нас получилось. У нас получилось. Это работает в продакшене. Это стало удобно. Нагрузки сейчас у нас 5-10 тысяч запросов в минуту. Это не миллион РПС. Но это работает и довольно хорошо. Но, пожалуй, самый важный урок, который я из этого извлек, даже внутренние утилиты, которые мы делаем для своих коллег, они должны быть удобными, им должно быть приятно пользоваться. Иначе ими пользоваться не будут. И пока у нас не было нормального веб-интерфейса, все равно разработчикам приходилось отвлекаться. Это мой ник на GitHub и Twitter. И я хочу посоветовать некоторые страницы. Во-первых, awesome-листы есть про все на свете. И, конечно же, есть awesome-лист про Go, встраиваемые языки программирования. По этой ссылке есть от луо до каких-то совершенно экзотических языков. Обратите внимание на интерпретаторы SGS. Отто, которым мы пользуемся, и Годжо, которым мы пока не пользуемся, но говорят, что он лучше. На этом все. Спасибо. Здравствуйте. Спасибо за доклад. Я здесь, да. Простите. Вот невольно такой вопрос возникает. А чем это бы отличалось, если бы вы взяли обычный JavaScript, который в бесконечном цикле читает std.in, отправляет в нужном вам формате в std.out, все это поместить в контейнер, и как бы вот и все. И то есть и гошное приложение занималось бы только тем, что принимает входные данные и отправляет в соответствующий контейнер. И там уже есть безопасность, и со всем остальным все как бы прозрачно. То есть вот где прям профит вот такой? Ну, это хорошая идея, но мне кажется даже, возможно, более костыльной, чем интерпретировать JavaScript в Go. Мы могли подумать об этом. Спасибо. 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 Мы уже идем с микрофоном. Спасибо. Спасибо за доклад еще раз. Вот в ходе доклада возникла шальная мысль такая. А не пытались ли шутки для Хохмы Радья взять тяжелую, я восклиплю библиотечку, не знаю, Mutus, что-нибудь еще такое, и скормить это Отто так, чтобы потом ее можно было пользоваться? И вообще реально ли это? Пытались. В Отто даже внутри стандартной библиотеки они рекомендуют, что если нужно, вы можете импортить весь Underscore.js и пользоваться. Да, там чуть ли не в стандартной поставке есть Underscore.js, и он работает нормально. Супер, спасибо. Если я правильно понял, то эти скрипты лежат у вас в репозитории на GitHub? Да. Вы экспериментировали с какой-то real-time админкой, где их можно загружать, обновлять, менять? Пока нет, но мы хотим к этому прийти. Как раз должна быть real-time админка и автоматический откат на предыдущую рабочую версию, если что-то прошло не так. Круто, спасибо. Здравствуйте, спасибо за доклад. У меня, наверное, будет несколько вопросов. Первый вопрос. Вы там приводили пример, то, что есть V8, и если, наверное, смотрели, есть очень хороший интерпретарь, если не ошибаюсь, DuckTape. Не встречали? А почему не выбрали их? То есть, ну, как бы, они вроде зрелые, то есть они по скорости гораздо быстрее. Да, они зрелые, они гораздо быстрее. Я смотрел, бенчмарки показывают, что V8 работает прям в несколько порядков быстрее, чем Otto или Goja. Мы, когда мы писали этот проект, это было практически в рамках Акатона, и мы решили не запариваться с зависимостями V8, которые нужно ставить в контейнеры, нужно ставить локально. Мы попробовали, но, честно говоря, там в ближайший, там, не получилось за час, и попробовали. Ладно, потом когда-нибудь мы можем это сделать. Если мы будем упираться в производительность, просто сейчас слишком большой запас по производительности для наших задач. Мы не делаем rocket sense, мы просто перекладываем данные из массива в одном формате, в массив в другом формате. Ну, для наших задач этого хватает. Хорошо, вот тогда второй вопрос. А почему вообще был выбран JS? Например, для того же самого Go, там есть интерпретата Lua, который написан тоже на Go, и он, в принципе, по бенчмаркам тоже показывает очень хорошие показатели. Или вот чем было бы условлено выбран именно JS? То есть, ну, можно было там, не знаю, если хотелось бы найти более дешевых разработчиков, можно было там PHP взять, тот же самый какой-нибудь. Ну, выбор был обусловлен как раз необходимостью аутсорсить написание этих скриптов куда-нибудь, и мы просто зашли на Upwork и сравнили количество тех, кто готов написать на JS, и тех, кто готов написать на Lua. И посмотрели цены. JavaScript победил. А, ну и последний вопрос вот у меня. И вы смотрели, вот, например, в Go есть плагины, то есть, если как-то плага было это сделать, то есть, для каждого там, эндпоинта свой гошный плагин, подключаемый, и вот через них работать. То есть, не смотрели такой вариант? Что такое гошный плагин? Ну, то есть, подключаемый библиотек, грубо говоря, то есть, если не ошибаюсь, с версии 1.9 она появилась. Нет, не смотрел. Ну, спасибо за вопрос, я обязательно посмотрю. Хорошо, спасибо. Да, у меня один вопрос. У меня… Спасибо большое за доклад, конечно же. У меня вопрос про тесты. Вы сказали, что вы покрыли это тестами, но вот возникает вопрос. Вы пишете тест на каждый кейс, то есть, вам приходит новый код, вы пишете на него тесты, либо у вас какой-то такой общий тест есть, который покрывает большинство ваших кейсов? У нас есть часть юнит-тестов, которые покрывают саму работу приложения, и есть интеграционные тесты специально для этих парсеров. Там, грубо говоря, есть специальная папочка, в которой лежат данные для тестов по каждому парсеру, и фрилансер, который получает задачу сделать парсер, он должен сделать так, чтобы его парсер проходил эти тесты. Поэтому, да. То есть, тесты пишут и вы. То есть, есть интеграционный тест на каждый джейс-парсер. А тогда, ну, если вы уже написали тесты, не легче ли уже написать код, если он небольшой? Там довольно простой тест, который просто сравнивает те данные, которые получаются с API клиента, и какой-то стандартный набор данных, которые мы должны получить в результате. То есть, затраты на тесты… Мы их не пишем сразу, их можно просто копипастить и… Ну, я понял, затраты на тесты достаточно низки. Да, все. Хорошо. Спасибо большое. Здравствуйте. Спасибо за доклад. Хотел поинтересоваться, наверное, на тему такой очевидной штуки, что вы, по сути, встраиваете чужой код, и вы упоминали только линтеры и такой небольшой хак с тайм-аутом. Насколько велика вероятность, что аутсорсеры, которых вы там нашли где-то на стороне, закометят уязвимый намеренно или ненамеренно, и как у вас есть ли какой-то аудит того, что вы пушите на гитхабе, пишите в свой репозиторий, и есть ли какая-нибудь, может, простая защита у от или годжи от такого поведения, кроме того хака с тайм-аутом, который вы показывали? У нас нет защиты от сложных уязвимостей, но от простых. У нас есть как бы встроенная защита, виртуальная машина от или годжи, она совершенно изолирована от машины, от файловой системы, от туда нельзя получить доступ к файловой системе, к сети, к чему бы то ни было. Поэтому оно выполняется просто в отдельной рутине, и возможно какой-нибудь действительно классный чувак может написать классную уязвимость, и чтобы нас взломать. Не пробовали играться с код инжекшеном каким-нибудь или еще чем-нибудь? Мы делали несколько просто простых вариантов, и ничего не сработало. На этом мы остановились. Окей, спасибо. Еще вопросы? Ну что, в таком случае тебе нужно выбрать свой любимый вопрос? Я выбираю вопросы вот того чувака, который задавал много вопросов, я... да, 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 ты. Вот. И еще у меня есть настоящая балийская шоколадка, которую я вез 13 часов в самолете, и она тоже тебе. Вау. Давайте поблагодарим докладчика. АПЛОДИСМЕНТЫ